Демпартия социалистов Парламентская республика При этом демократы говорят, что они готовы менять конституцию, но только вписав в нее пункт о евроинтеграции Словом, сплошные разногласия Но споры спорами, а жизнь требует движения вперед Так что же делать с этими жесткими противоречиями? На чьей стороне, правда? И главное, кто должен стать арбитром в этой серьезной политической схватке? Разбираемся принципиально, потому что вы смотрите «Дело принципа» Меня зовут Людмила Бельщенкова Здравствуйте Ну и разумеется, в гости я сегодня пригласила депутатов от тех самых двух фракций Которые, мягко говоря, оппозиционируют друг другу Это Валентина Булига, депутат от Демпартии, вице-председатель партии Добрый вечер И Григорий Новак, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдов Здравствуйте Они просто останавливаются на уровне комиссии И все, там застревают Даже не попадают Потому как повестку дня заседания парламента формирует постоянное бюро И, естественно, в постоянном бюро там есть большинство управящей коалиции И сколько мы не настаивали, чтобы включили тот или иной законопроект оппозиции Он застревал А если даже и включали, там были попытки сделать и день оппозиции То есть, чтобы якобы в один из конкретных дней рассматривали только законопроекты оппозиции То рассматривали не самые важные законопроекты То есть, на те, которые мы настаивали, они не включались А для того, чтобы, скажем так, замазать глаза Вот включали какие-то технические моменты Которые тоже важны для улучшения, скажем так, законодательства Они тоже важны Но мы не можем сравнить какой-то законопроект в социальной сфере или в экономической сфере С другим законопроектом, который подразумевает какие-то механизмы Не знаю, в уголовно-процессуальном кодексе Либо в гражданском процессуальном Совсем разные вещи Поэтому, если честно, то это очень неприятно А с другой стороны, народ спрашивает, а что вы там делаете И мы как бы отчитываемся Вот у нас есть такая-то инициатива Вот такая-то, такая-то Ну, в принципе, люди тоже следят И периодически спрашивают, на каком этапе Особенно те законопроекты, которые непосредственно на них распространяются Вот люди следят и с нетерпением ждут А они, оказывается, застряли где-то в комиссиях То есть, вас не слышат, что у вас главная претензия, так? Да, я не говорю только по СРМ Там есть и другие фракции, которые в той же самой ситуации Которые якобы объявили, что они в оппозиции Ну, по крайней мере, вышли из правящего большинства Коалиции или как-то там Ну, коалиция, да Альянсы были до сих пор просто Вырывалось немножко другое Спасибо Господа Булига, а вас что не устраивает в действиях оппозиции? Видите, вот сколько у них претензий накопилось? Я не хочу остановиться от того, что не устраивает в нашей оппозиции парламентской К правительству Потому что это есть многогодовые истории работы и в парламенте, и оппозиции Сотрудничество с правящей партией и с оппозицией Тут действительно у нас еще есть какие-то внутренние резервы Где нужно улучшить общение между правящей партией, правящими партиями и оппозицией Потому что нас должен объединить и общий интерес Интерес развития Молдовы Интерес сохранения и продвижения тех ценностей, которые взяли на себя депутаты Когда голосовали за декларацию о независимости Развитие Молдовы по определенной модели Общегосударственный интерес, благосостояние людей Все вот эти принципы, как говорится, должны объединить И правящие партии, и оппозиции Конечно, были на протяжении периода многие начинания Даже иногда рассматривался какой-то проект закона оппозиции Предоставление оппозиции, часа оппозиции в парламенте Разные круглые столы для того, чтобы каждый имел возможность высказаться Или выйти с каким-то другим предложением, если он не согласен с теми законами С теми политиками, которые выдвигают правящие партии Это отдельный вопрос Я думаю, что у нас еще есть над чем работать Даже слышали на днях Мы согласны сотрудничать с оппозицией Мы прислушиваемся к тому, что говорит оппозиция Но мы должны очень объективно признать, что сейчас на данном этапе У правящей коалиции, у нашего правительства Нет другого пути, чем модернизация Европейская модернизация Республики Молдова Мы должны также признать, что 26 лет независимости Мы опоздали с некоторыми реформами Политизировали через чур иногда некоторые реформы И в пенсионной системе, и в социальной, и в системе здравоохранения И в других отраслях Поэтому у нас сейчас есть твердая убежденность Что мы должны двигаться дальше по тому плану развития Программы управления правительством Поддержанным абсолютным большинством депутатов И также реализовать те соглашения Спасибо Я сейчас, в принципе, не хотела бы, чтобы мы углублялись в программу управления И вы в ваши планы Я сейчас возвращаю вас к тому, с чего начала Потому что я считаю, что работать и спорить вам придется очень скоро Я даже знаю, по какому поводу И вы знаете, по какому поводу Больше всего сейчас раздается разногласие Причем идет обмен репликами Репликами очень жесткими В отношении полномочий президента Да Что бы сейчас вы не говорили, госпожа Горинька Но, к сожалению, у нас, да Этот момент присутствует Вот почему вы считаете, что их мало А вы считаете, что их предостаточно Надо бы еще чуть-чуть уменьшить Господин Долл Ну, в первую очередь, это логическое продолжение того, что было начато до выборов президента Когда народу дали возможность напрямую избрать президента республики Молдова А, скажем так, инструментов влияния президента наоборот отобрали И мы помним, как в том числе Где-то, я считаю, важные Но вот такие моменты неприятны Когда даже отобрали службу госохраны Отобрали службу информации безопасности Это все для того, чтобы президент не имел влияния И не руководил, скажем так, страной Так, как ему хочется Как он видит Как он слышит Вот, с другой стороны, у президента очень много встреч Как он обещал народу, да? Как он обещал народу, в принципе С другой стороны Вот те требования, которые президент Вот президент настаивает на своем Аргументирует свою позицию Они никак не приняты во внимание правящим большинством Вот даже мы видели по поводу этих законопроектов Которые, скажем так, вернули обратно парламенту Президент не промульгировал Но вот их сегодня опять отправили президенту Это говорит о том, что мы даже не обсуждали в парламенте Вот те претензии президента Мы только слышали рапорт председателей комиссии И все Хотя логично было бы услышать Ну, если не президента, то представителя президента Это нормально Чтобы он озвучил с главной трибуны парламента Позицию, претензии и аргументы Почему так? И когда нам говорят, что Вот, с одной стороны Я вот ехал к вам на передачу В машине слушал Какое-то радио, там, новости Что вот, господин Канду сказал Что вот эти талоны Которые на питание Но никто не говорит это Что открывает, скажем так Ворота для злостных Скажем так Злостных неналогоплательщиков Скажем так Никто не говорит об этом Как будто мы этого не понимаем и молчим Или тот же, скажем так Закон, известный По борьбе с терроризмом Там же есть столько подводных камней Я правильно вас понимаю сейчас, Григорий То есть вы ставите вопрос так Почему президента Стали избирать всенародно А полномочий при этом У него стало меньше Вы можете объяснить Григорию Нашим телезрителям Почему вот такой случился парадокс С одной стороны Выбираем большим числом людей То есть самое, что у меня есть Демократичное Мы должны вспомнить Как было принято это решение На основании решения Конституционного суда Который принял решение В соответствии с какими-то Политическими решениями 2000 года Вернули право народа Избирать президента Народ этого хотел Но у нас есть Конституция У нас есть основополагающие принципы Государственности Республики Молдова И один из них это развитие Демократических институтов Молдова на основе Конституции Это парламентская республика Парламентская республика Это дает возможности Больше демократических принципов Воплотить, как говорится, в жизнь Поэтому есть боязнь Поняла Есть боязнь Поняла вашу позицию Что касается тех Потому что мы должны Объективно информировать народ Что касается тех законов О которых говорит мой коллега Я как председатель комиссии По социальной защите Здравоохранения и семьи В комиссию были возвращены Три закона Закон о тикете Демасы О талонах на питание Изменения в кодексе о труде И еще один закон Что касается процедуры принятия Этих законов Закон о талонах на питание Где-то 10 лет уже ходит Как говорится Из кабинета в кабинет Были невероятно много встреч С представителями профсоюзов Патронатов Президент, вернувшись Этот закон Он не сделал Конкретные Амендаменты К этому закону Поправки К этому закону А в общем Что он боится Что будут фальсифицированы Что это открывает Ворота Даже не то Это Григорий так говорит А президент говорит Что нормы Которые Нужно было Найти В налоговом кодексе Не должны находиться В этом законе И конкретных Поправок Не было Если взять Точку Букву Регламента Парламента Мы в принципе Даже Могли Не Как Сынодисбатим Не 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 Госпожа Булига Секундочку А вот Было бы Все-таки Правилом Хорошего Тонна Ну Выслушать Представить Президент У меня Вот такой вопрос Просто Почему я Этот вопрос Задаю Потому что Когда это Правительство Голосовалось В парламенте У всех Была претензия Что Вот так Это было Быстро Не программу Ничего Раз Два Три Может быть Сейчас Вот имело Смысл Поменять Процедуру И Дать возможность Я согласна Но представители Президента Участвовали И Григорий говорит Не дали Сказать И на каких Кругах Мы же предлагали Чтобы Да Председатель Комиссии Может выйти Со своим Раппорт Или Ко Но Было бы нормально По очереди Либо Первый Хотя По логике Логика Подсказывает Что сначала Выходит Представитель Президента Говорит Позицию Президента Президента Претензии Аргументирует И так далее Потом Выходит Уже Представитель Комиссии Господин Депутат Вот Вделать Инициативу Чтобы Конкретно Было В регламенте Этого В регламенте Нет Написано А где В регламенте Написано Что Это Озвучивает Председатель Комиссии Этого Нет В регламенте Парламента Очень точная Статья 75 Четко Говорит О процедуре Как Разработки Или От президента Точно Как Принимается Закон Во втором Чтении Точно Там Не оговорено Но мы Пригласили Есть ваши депутаты Которые представители Проект С президентур Кто его представляет Председатель Комиссии Или Представитель Президента Но это В первом Чтении Когда было Не только В первом Чтении Депутаты Представляют Проект Автор Либо его Представитель Не был Автором Насколько Я понимаю А кто может Озвучить Коллеги По партии Раз вы вышли С зала Заседания Когда Представитель Президента Ушел Вы тоже Вышли Господин Дадон Послужил Членство С себя Госпожа Булига В этом Сомневается Почему-то Говорит Коллеги По партии Вместе Чтобы было Ясно Телезрителям В первую очередь Мы настаивали Чтобы дали Право Представителю Президента Озвучить Все Аргументы Естественно Ему Не дали Это право И мы Были Свидетелями Мы там Все Как Просто наблюдали Как в кино Все Выходит Председатель комиссии Озвучил Все Все На голосовании Проголосовали Я просто задам Вопрос Ведь Не имеют Права Во-первых Вы не коллеги По партию Сейчас С президентом Я правильно Говорю Я говорю О представителе Президента Я сейчас Говорю О реплике Госпожи Булиги Вот этом Я хотела Выяснить Важный момент О том Что президент Не является Членом Партии Социалистов Так это Является Одном Из Скажем так Из важнейших Условик Кстати Закон же Поменяли Именно Для этого Чтобы Президент Дон Не был Членом Партии Либо Ну Это Не меняет Он обещал Что будет Президентом Всех граждан Республики Молдова Вы знаете Я поняла Я уже Судя по настроению В этой студии Поняла Что будет Очень жарко На этой сессии Как вы будете Работать Господин Новик Объясните нам Пожалуйста Эту схему Я поняла Что ваше решение Партии Социалистов На этих митингах Оно Сводится к тому Что вы будете Ходить из дома В дом Собирать подписи Так За президентскую Республику И дальше Что поясните Что мы знали Как цель Мы ставим Вы правильно Начали Мы начинаем Национальную кампанию По информированию Граждан В том числе Но одновременно Будет и сбор Скорее всего Окончательное решение Еще не принято Мы будем То есть механизмы Будем Еще обсуждать Но скорее всего Это будет Параллельно И информирование Граждан И сбор подписей Скорее всего Мы примем Окончательное решение На Неочередном Съезде ПСРМ Когда он будет Мы посмотрим И включим Его В предвыборную Программу Следующих Парламентских Выборах Вы подпись Вы собираетесь Сколько собираетесь Собрать Судя по Каким-то Предварительным Подсчетам Сколько мы соберем Да Вы собираетесь Сложно сказать Сколько мы соберем Думаю Раз по всем Опросам Народ на сегодняшний день Народ республики Молдова Потеряла Доверие В разных институтах Власти Юстиции И так далее Но В том числе И к парламенту Но То что касается Президентуры Вот идет Обратная динамика Да То есть Потеряли при Тимофте Сейчас Это Вот это Волну подняли Есть Доверие к президенту И как К личности К политику И как президенту И как институту власти Поняла Спасибо Все опросы показывают Что Есть такие тенденции Вернуться К президентской форме управления Да Есть такие тенденции Можно вопрос Да Я вот Зала конкретный вопрос Господин Новаку Теперь конкретный вопрос К вам Вот эти подписи Которые Они Значит Собираются Собрать Я так понимаю Что Во время Вот Предыдущих Да Когда Социалисты работали Когда демократы Вы тоже знаете Что означает Этот процесс сбора подписей Да Было Вот что они для вас будут означать Вот придут люди с этими подписями Что они для вас будут значить Для депутатов Это право любой партии Организовать свою работу В пределах своих Как говорится Своего устава Своих желаний Это Демократические Принципы Если так честно Признаться Видите Они хотят больше уполномочий А используют демократические принципы Подходи к каждому Убедить человека Я не вижу противоречий Президентств Видим А какие варианты еще есть Нет Это противоречий нет Но это один из демократических принципов Которые В былые времена Не было в республике Молдова Возможно осуществить Я старше Григория Знаю и помню Очень хорошо В былые времена Поэтому Это их право Есть закон Есть конституция Есть решение Которое должна принимать Избирательная комиссия То есть Они должны Соблюдать Те процедуры Которые сегодня В республике Молдова Есть Не отойти от них И потом В зависимости от решения Госпожа Булига Я рисую сказать Что я тоже Точно так же Как и вы Очень давно наблюдаю За политическими процессами Поэтому хочу вам сказать Что Процесс сбора Подписи и валидации В парламенте С учетом всех Тех тенденций Это у нас далеко Не всегда одно и то же Если вы помните У нас уже даже Состоялся в стране Референдум По президентским полномочиям Вы знаете Что народ сказал Даже да И парламент Это все благополучненько Сказал Нет Мы это рассматривать Не будем Я хочу понять В этот раз Парламент готов Будет рассмотреть Подписи Парламент Конечно Он должен основательно Рассмотреть Так Какие вопросы Были задавлены Входит это В компетентности Президента В соответствии Это с конституцией С нормами Конечно И парламент Право парламента В парламентской Республике Которой Придерживается Большинство Принимает решения Не все согласны Что у нас парламентская Я кстати Тоже думаю Почему нет Там есть вопросы Ну потому что Есть некоторые моменты Которые напрягают В плане того Что не четко У нас все это прописано Я скорее соглашусь Что нам необходимы Все полномочия Очень детально И внимательно Пересматривать Вот с этим я соглашусь Точно Вот тут можно Сообща Сделать изменения И в регламенте Парламента То что говорил Господин Новак Что там Нужно было Дать слово В регламенте Это не предусмотрено Нужно изучить регламент Нужны другие законы Вот Какова наша роль Депутата В парламенте Придя в парламенте Мы должны Улучшать Наше законодательство Осуществить парламентский контроль Как вы думаете Как проголосует народ Я не хочу за народ У вас нет вертия Григорий Как проголосует народ Вот если Вернее Как ответить на этот вопрос Он за президентскую республику Народ за президентскую республику И если Хронологически подойти К этому вопросу У президента было Несколько Попыток Протолкнуть И довести до Логического завершения Законопроекта Которые Напрямую Касаются Гражданина В том числе Вот закон Проект закона Об аннулировании Закона Ну так Если сказать Простыми словами Закона Миллиарды Его Благополучно Вот так Скажем Заблокировали Но народ Этого хочет Другой момент Любая Любая Инициатива Если она Приходит С президентуры Если даже Взять По минимуму Сколько человек Голосовало За президента То это В любом случае Большинство Как ни крути Вот С последних Парламентских Президентских Выборов Это живые люди Голосовали За президента И Вовлекая В политический Процесс Других Представителей Регионов Вот Те Идеи Президента Вовлечь В политический Процесс Жителей Приднестровья Дабы Воссоединить Страну Это нормальная Идея Это все хотят Я правильно понимаю Господин Новак Если бы Этот референдум Который Планировался 24 сентября Состоялся Да? Да То что О чем Говорил президент И с чем он выступал Вот сейчас Не было бы этих движений То есть вы настаивали Тогда на референдум Естественно Спасибо Госпожа Булига Там 4 Четыре наполеющих Вопросы Я сейчас не все говорю Вот там же Рассматривали отдельно Абсолютно правильно Значит Я хочу понять Почему Вот Было не пойти На этот референдум И не услышать Все-таки народ Ведь нормальный же Вопрос Народ все-таки У нас высшая Высшая сила в стране В Европе Кстати В любой стране По 3-4 И по 5 Референдум Вот я хочу понять Ваша версия Почему? Потому что Те вопросы Которые были Выдвинуты На На референдуме Не соответствуют Действительно Тем Конституционным Нормам Или тем Законодательным Принципам Если так можно сказать Какие именно? Вот вы говорите За закон о миллиарде Вы же прекрасно понимаете Что это проблема Которую Мы сейчас И правительство И парламент Сделали очень много Для того Чтобы Искать виновных Чтобы Миллиард вернуть Конечно Народ Хочет этого И хочет знать Своих героев И еще Но не доходим Почему? Будет скоро И второй рапорт Кролл Есть Уже Мы поменяли Законодательство Для того Чтобы Никогда Такие Кражи Больше Не повторялись Сказать Что Народ Будет Конечно Он скажет Мое личное мнение Что он скажет Да Но он практически И будет иметь На это право И он имеет На это право Конечно Я тоже считаю Почему это Должна платить За то Что кто-то Украл миллиарды Но он не будет Платить Мы не должны Ввести в заблуждение Народ Что он будет платить За краденный миллиард Почему нет Мы же прекрасно знаем Потому что Мы же прекрасно знаем Что Уже есть Найдено Большинство денег И были Публикованы На сайте Министерства финансов Есть имена Которые уже Конкретно Знаем Сейчас будет вопрос Да Есть Я не министр финансов Я не начальник Управления Если мы нашли Миллиард То почему Берем кредиты У иностранных Организаций Подождите Я хотела Вы такую новость Сейчас сказали Что я собираюсь Телезрителям сказать Что миллиард нашли По вашим словам Но чувствую Что все таки Нет Я не говорила Что полностью нашли Но есть Продвижение Которое Каждый день Можно на сайте Министерства финансов Посмотреть Есть Рапорты Структуры Есть Уже судебные дела Ничего уже На этом сайте О чем вы говорите Ничего не нашли Если бы нашли Господин Наваг Вы используете Эту проблему Которая нам И нам Как говорится Очень Мне лично Очень обидно И жалко Как говорится Что такое Творилось Но вы Упользуете Своих Политических Целях Почему Политических Целей Потому что Должны Заниматься Структуры Структуры Ладно я Национальный банк Так Челя сами Говорили Что они Видели И знали Что воруют Мешками Сам У меня Большое Поговорение Что мы С вами Миллиард Не найдем Поэтому Я Да Потому что Ищут Уже Сколько И нашли Буквально Крупицу Может Там Не знаю Может Там 10% Вернули Но не больше Я Все С Референдум Пытаюсь Вот смотрите Вопросы Вы говорите Не так А вот Хорошо Смотрите Вы сейчас Предлагаете В конституции Закрепить Евроинтеграцию Уж Это такой вопрос На мой взгляд Который Требует Мнения Народа А вот Ваши коллеги Говорят А мы Не хотим По этому Поводу Референдума Я Не очень Понимаю Почему Вы знаете Опять Начнем С 91 Года Август Месяц Когда Парламент Избранный Избранный Народом Проголосовал За Декларацию Независимости И в этом Важнейшем Документе Есть уже Принципы Которые Обязывают Нас Соблюдать И быть Последовательны В тех Действиях И в тех Реализациях Которые Обеспечат Молдавскому Народу И демократию И евроинтеграцию Смотрите Что написано В декларации О независимости Республики Молдова Парламент Молдовы Подчеркивает Выражает Желание Установить Политические Экономические Культурные И иные Связи Представляющие Взаимный Интерес С европейскими Государствами Это Декларация О независимости Также Парламент Объявляет О своей готовности Присоединиться Что потом Осуществилась Хельсинский Заключительный Ахт Парижская Картия Новая Европа Госпожа Бельченкова Почему Просто много документов Чтобы время не теряется Что конкретный вопрос Что конкретно Дает Нам Гражданам Политикам Вот Если мы Будет написано В конституции Что евроинтеграция Это является Не знаю Чего там Хорошим Будущим Завтрашнего дня Мы же Все прекрасно понимаем Насколько не говори Холба Во рту Слаще не станет И С чего вы взяли Что Республика Молдова Народ Республики Молдова Хочет Именно Вот эту Интеграцию Которую вы говорили Кстати Нельзя путать Все знают Что Евроинтеграция Евроинтеграция Это не означает Вхождение в Евросоюз Евроинтеграция Это означает Подтачивание Законодательства Республики Молдова Под стандарты Евросоюза Которые Часть из них Нам чужды Нам чужды Действительно И народ их не воспринимает И когда Подписывали договор Об ассоциации Тогда наступили Первый раз на грабли Не спросили народ Куда вы хотите Вообще Потому что Референдум На самом деле Это подразумевает Подождите Может сейчас Госпожа Скажет Что вы в принципе Готовы На референдум По внешним объектам Это было бы прекрасно Нет Я же не вас спрашиваю Вы готовы Вы знаете Я привыкла Быть последовательной В своих Как говорится И действиях И в своих Желаниях Есть Акт И декларация Независимости Есть На протяжении Последующих лет Есть Очень много Инструментов Очень много Планов Очень много Соглашений Много документов Которые Молдова Взяла На себя Обязанность Развивать страну Развивать страну Ради бога Но тогда не было Ни евроинтеграции Ни евразийской Интеграции В 91 году У нас этой темы В республике Молдова Не было То есть абсолютно Мы же Жизнь идет Понимаете И все меняется Я хочу понять В принципе Вопрос Ответ на вопрос Вы готовы На референдум Или вы тоже скажете Что нет Это первое Я не могу Сегодня отвечать За весь парламент Поняла Поняла Во-первых Это на уровне Инициативы Этот проект Закона Еще обсуждается Рассматривается Он пройдет Все необходимые Конституционные процедуры Шеврое массовое обсуждение Хороший ответ Вы не можете Сейчас взять на себя Это совершенно справедливо Но я хочу понять Вот Одну вещь Вот смотрите Закреплять вообще Внешний вектор В конституции Вот что это такое Никто не думал Что Великобритания Переживет Брекзит В то же время Пришло время Руководствуясь чем? Рефе Референдумом Совершенно верно Они приняли Это решение Которое сейчас Собственно выполняют Почему нам Нужно Вот глядя на то Что происходит С европейскими странами Нам нужно Вот такие делать Глупости Закреплять это В конституции Ведь вас тоже В популизме обвиняют Это для того Чтобы курс Развития Республики Молдовы Не шарахался Как мы Я помню прекрасно 98-й год Какие партии выиграли И какие лозунги были Потом помню прекрасно 2001-й год Когда партия Которая выиграла Куда нас вела? А знаете В 2005-й год Потом в 2009-й год В лозунгах европейских Было немного Был создан Альянс за демократию И реформу И реформу Это потом же у нас Альянс за европейскую Интернацию Абсолютно правильно Я согласна Я за объективной информацией Я тоже Поэтому Но Молдова должна знать Четко И народ И наши соседи Куда Молдова двигается Какой путь Или какую модель развития Скажите пожалуйста Что плохо В европейской модели развития страны Соблюдать права человека Обеспечить благосостояние Рыночная экономика Доступ к качественным услугам И медицинским И образовательным И социальным Разве в этом Что-то есть плохого? Проверим на господине Новаке Вот вас спрашивают Я пытаюсь понять Что плохого в этих вещах? Мы не можем соблюдать Права человека Не входя в какие-то союзы Да Вот Великобритания Отказалась от выполнения прав черных Если выйдет В Великобритании из ЕС Что там наступит? Диктатура? Террор? Нет Будут жить как жили до сих пор То же самое Что значит? Не так до сих пор будут жить Конечно Есть уже Принципы для расторжения Что Евросоюз Сколько там? Двадцать восемь Да Вот эти двадцать восемь стран Там есть Три-четыре ведущие страны И куда вы нас ведете? Тройка европейская У нас там есть Да Почему так бы говорите? А потому что Вот спросите болгаров Как они разрушили Свою собственную экономику И это не я говорю Это цифры показывает Спросите их сами То что касается Вот когда мы подписали Договор об ассоциации Кто его читал Госпожа Булига? Он был на английском языке Никто Вот вслепую подписали Он был и на румынском И на русском Господин Новак Он после подписания Появился И обсужден Также с Российской Федерацией Хорошо Я задаю вам такой же вопрос Вот перед демократами стоит дилемма Спросите у народа Скажите Вы Значит За евроинтеграцию Или за евразийскую Они не хотят этого делать Да я задаю вопрос вам А вы Вот в принципе Вы обещаете Что вы Следующий выбор выиграете А вы готовы Спросить народ Какой вектор для них Значит является предпочтительным И потом В соответствии с этим И действовать Вы готовы к этому? Людмила Мы об этом говорим Последние несколько лет Потому что Референдум Я хочу сказать Что вы демократичная Демократичная партия Вот так и получается Мы по крайней мере Спровезли Восмотрим на Они готовы Они выступают за референдум И мы говорим И постоянно Говорили Что вот Когда подписали Такой важный документ В Вильнюсе Парафировали Парафировали Да До этого Надо было провести референдум И закрыли бы все вопросы Референдумом Куда нам Туда или туда Кстати да А я кстати думаю Вот те вопросы Которых у нас скопилось Великое множество Которых вы знаете Всю жизнь все будут говорить Ты за кого За тех или за тех Ты на каком языке говоришь А ты вот Как считаешь Может быть действительно Разумно было Взять один раз Провести референдум Да И потом по его итогам Раз и навсегда Закрыть этим Мне вот Кажется было бы Нынешнее правительство Такой поезд пропустили Правда Президента страны Потому что Хотели иметь это право А сейчас Как говорится Думают Какое право Сейчас мы спросим У господина нового Выбора Президента И когда сейчас видит Что господин президент Да Уже не хочет И в Евросоюз И не является президентом Всех граждан Да Некоторыми своими Высказываниями Так очень многие люди Призадумываются А нужно было нам Это право Люди на наших встречах Иногда задают Такой вопрос Потому что Они ожидали Я бы спросила Господина Вы привыкли Чтобы в Молдове Был президент Тимофти Нет Мы не привыкли Которого Будили раз в две недели Будили в Кондрице Господин Тимофти Вам нужно подписать 140 законопроектов Господин Я знаю Что вы имеете Возможность Но когда В нашей стране Появился Реальный президент Который Не только Живет В Кондрице Но он Отстаивает Интересы Своих граждан И Воплощает В жизнь Обещания Которые он дал В президентскую гонку Естественно Вот почему Вот я задаю вопрос Логичный Почему При Тимофти Не отобрали СИБ Службу Госохраны И другие Рычаги Почему А потому что Тимофти Был послушный А тут Опаньки До Дона Нельзя Никак И не слушается Демпартии Это проблема Для Демпартии И сейчас И сейчас К сожалению История Поставит все На своих Местах И выборы Не за горами В любом случае Будет Я не знаю Будут опросы Но опросы Как опросы Его величество Избиратель Рассудит И меня И вас И президента Я Единственное Спросила Господина Президента Когда он Был министром Экономики И когда Я была в оппозиции Госпожа Белоченкова Очень хорошо Знает об этом Я помню Период вашей Оппозиционности И господин Додон Как министр Экономики В то время Был план Развития Молдовы Реме УЕ 2005-2007 Год При коммунистах Кстати Когда господин Додон Был министром Выдвинутой Партии Коммунистов И когда Он убеждал Нас Что другого Более Достойного Пути Развития Молдавской Страны Чем европейское Развитие Нету Он нас Убеждал И тогда Был вы Евразес Евразес Вы просто Его тогда не было Объясните мне Пожалуйста А раз не было То с кем сотрудничать Скажите пожалуйста Чем лучше Евразес Я тоже могу себе Вопрос Тут в Европейском Союзе Я знаю Я видела страны Я видела Евразес Это наш Стратегический Партнер Скажем так Стратегическая Направленность Нам там выгодно Но никто не говорит О том Что мы должны Плохо жить С нашими соседями С другими странами То же самое Мы говорим С Россией Дружить Но чтобы Россия Нас уважала Но чтобы Россия Нас уважала Но чтобы Россия За законы О запрете Российской пропаганды Как? Так дружить? Господин Датонн Рогозин Рогозин Новонград И так дружить? Да Чтобы Россия Уважала Независимость Интегритата Целостность Целостность Республики Малзова По-моему Департ Немножко иначе Видит дружбу С Российской Федерацией Либо я что-то не понимаю Но когда Вытворяешь Пяти дипломатов В течение У нас не так много Времени В течение Двух-трех недель Вот такие Вытворение Пяти дипломатов Регистрация Закона О запрете Русской пропаганды Непонятные Потом Декларации Резолюцию в ООН Нет А почему Россия До сих пор Не хочет Пописать Договор о социальной защите Наших грантов Я думаю Надо спросить У России А мы Можем спросить У власти Почему мы Договор о границе С румынами До сих пор Не подписали Вы точно так же Будете сейчас думать Сколько визитов Предпринял Спитер Канда Это тоже хороший вопрос Слушайте Секундочку Можно вопросы Сколько визитов Предпринял Спитер Канда Либо Премьер-министр Филипп В Российскую Федерацию За последний год Скажем так Я не считаю Визитов А не было Как можно считать То очень Не было Нет Знаете Я скажу Как Я думаю Что Самое важное Это смотреть цифры В плане Наших отношений Надо смотреть Где у нас экспорт В какую страну В какую организацию И вот здесь Как бы цифра На стороне того Что все-таки Несмотря ни на что Вот с Россией Самая большая у нас Сальдо Ладно Я поняла Что вы друг друга Не сможете Переубедить Тогда я вам Задам последний вопрос И он будет Одинаковый Для вас двоих Вот во всех этих вещах Вот в этих Во всех спорах Да В непримиримости Позиции Многие винят Просто-напросто Грядущие выборы Вот И что Таким образом Вот например Демократы Прекрасно знают Что этих Поправ в конституцию Не будет А вот Можно так Вот таким образом Стать ведущей Европейской партии По крайней мере Об этом сказать Вы тоже Какие-то инициативы Там выдвигаете Да Тоже могут обвинить Что вы готовитесь К следующим выборам У вас есть По две минуты Для того чтобы доказать Мне и нашим Телезрителям Что это не так Госпожа Булига Кроме того Чтобы закрепить В конституции Курс Европейской Республики Молдова Который еще На фазе обсуждения Только пройдет Определенный путь И обсуждение И конституционное Рассмотрение У нас впереди Просто самое главное Понимаете как Я благодарна за честность Вот съездил Господин Лупу И честно попросил Вместе с другими Странами Восточного партнерства Скажите нам Наконец Нам хоть что-нибудь Светит Давайте так честно Они так этот вопрос И задали И да И ждем Мы ждем ответа Для того чтобы И мы И Грузия Да Вот мы сидим И ждем Нам скажите Вообще Вот нам светит Я два года была Председателем Молдавской делегации В ПАСЕ Это правда И в разговорах И в разговорах Со всеми нашими партнерами И коллегами У нас конечно Есть европейское будущее Вы знаете я даже вам верю Да Я верю Есть европейское будущее И они готовы нам помочь И они помогают нам Только одна проблема Госпожа Булига Вот мы с вами тоже Вот перед эфиром Тоже сейчас сядем Тоже сидели обсуждали И потом будем обсуждать Но ты не знаешь Что эти заявления Тоже с вами разговоры Но это официальный характер Понимаете Это всего лишь наши разговоры А вот то что мы сейчас Говорим в эфире Это уже Есть соглашение Которое мы должны реализовать Есть план развития Я уважаю ваше мнение Правительство Самое главное Мы сейчас Помимо всех изменений Помимо всех дебатов с оппозицией Помимо Мы должны И делаем все возможное Для того чтобы изменить Жизнь наших граждан к лучшему Смотрите Поняла Есть изменения И мы должны Объективно информировать народ Конечно еще не легко Не все проблемы решены Потому что процессы Которые Иммиграционные И политизация И через чур Политизация Наших многих реформ Мы Остановились В этом кстати обвиняют вас Поэтому мы должны Сейчас И мы делаем все возможное Для того чтобы развивать Молдову И у нас это получается По чуть-чуть Поэтапно Те реформы которые мы начали Мы должны Довести до конца Чтобы приблизить Уровень жизни Наших граждан Доступ к услугам Это Хорошо бы приблизить Соглашусь Вот надо все сделать Чтобы так и было Господин Новак Ну по крайней мере Немножко странно звучит Что вот мы что-то не сделали Учитывая тот факт Что последние 8 лет Гемпартия была у власти Винить тут некого Как А кого винить Если сами были у власти Но Мы должны сказать Честно Откровенно Гражданам Что Никакой Евроинтеграции Нам не светит Никакое Вхождение в Евросоюз Нам не светит И мы должны сказать Это честно И откровенно Посмотрите Что говорит Голландия Против того Чтобы Болгария И Румыния Вошла в Шенгензону А мы Как-то Находясь уже В Евросоюзе А мы мечтаем Туда попасть Великобритания Выходит А мы туда стремимся Даже пытаемся Вопрос был О политизации Вот о том Что все эти шаги Они направлены На выборы Вот вы согласны С этим Нет У нас есть Своя предвыборная Программа Которая мы четко Идем по этой линии И когда нам говорят Что Как и со смешанной системой Начали нас обвинять В том Что вот Какие-то Игры С Демпартии Какие игры Мы Это включили Первый раз Проголосовали На своем Внеочередном Съезд В 2011 Году 18 ноября Потом В 2014 Году Мы включили Это в Предвыборную Программу С чем последовина Выбора То же самое У нас есть четкая Программа Которую мы Работами ведем И Раз некоторые Вот скажем так Политические оппоненты Привыкли В выборную Программу Говорить одно И на Каждый день Говорить совсем другое Одно слово Пожалуйста Все-таки Женсина Я прошу прощения У нас уже Заканчивайте Пожалуйста Предложение И потом Заканчивайте Григорий На самом деле Это Последовательность Которую мы Доказали За последние годы Что вот Обещали Сделали Обещали Сделали Обещали Протолкнули То же самое Мы идем По этому пути И тот Кто говорит Что это Выборы Выборы Это Минимум Через год Поняла А к выборам Надо готовиться Чтобы помочь Разрешить Те проблемы Которые Действительно Накопились Годами Вы говорите Что Демпартия 8 лет А ваши Представители Партии По 18 лет Были у власти И не решали Если добавлять А не спорить Госпожа Булигов У вас такой большой Политический опыт Неужели вы считаете Что оппозиция Вот вы когда были В оппозиции Я сомневаюсь Что вы помогали Власти решать Проблемы Вы были не согласны В то время Были очень хорошие Законы приняты Которые действуют И сейчас Потому что Мы думали О стране И не использовали Трудности страны В свой Собственно У меня есть предложение Скажите об этом Владимиру Николаевичу Воронину Он порадуется Что в те времена Были приняты Хорошие законы С помощью оппозиции Хорошо Я благодарю Время Все Я честно вам Предоставила время Уже прошу прощения Я понимаю Что мы можем Говорить долго Наше время вышло Ну что я могу вам сказать Судя по нашему Сегодняшнему разговору Сессия действительно Будет очень жарко И действительно Первый вопрос С которым вы столкнетесь Это полномочия президента Я что хочу сказать Никто и никогда Не придумал Лучшего варианта Чем референдум Чем спросить Госпожа Булига Да Это и есть выражение Демократии Референдум Ничего нет Демократичнее референдума Мы с вами друг другу Не противоречим Я благодарю вас Полностью звучит Что человек Ничего не придумал Худшего чем демократия Но пока лучше демократии Ничего не придумали Вот так вот Можете даже перефразировать Мы договорились По поводу референдума Мне кажется Что вот как-то Нужно смотреть На эти вещи И слушать то Что говорит народ Не только во время выборов А периодически Спрашивать его Спасибо Вы смотрели программу Дело принципа Я желаю вам всего самого доброго И доброго вечера Субтитры подогнал «Симон»